Современные детские площадки, скейт-парк, велодорожки и зеленые насаждения жителям Кубанской столицы подарили еще одно место для семейного отдыха. Сквер молодежный на улице Сормовской. Реконструкцию провели благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Начали благоустройство в 2017 году, а этим летом сквер полностью расцвел. Наша съемочная группа по аллеям прогулялась вместе с главой города Евгением Первышевым. Еще совсем недавно его территория была непривлекательной для семейных прогулок. Этот сквер многих скорее отпугивал, а для детей участок был и вовсе под запретом. Но сегодня в сквере на Сормовской много мам с колясками и людей пожилого возраста. Яркий и оживленный он привлекает все больше внимания. Плохое быстро забывается и к хорошему быстро привыкаешь. Может быть сделать наглядный стенд, как эта территория выглядела буквально полгода назад. Ну сколько, полгода назад завершился ремонт. Сейчас вот как раз уже вся зелень у нас цветет. И поливы искусственные, которые здесь. Это все, что у нас в искусственном поливе. Да, полностью сделали, запустили. Что помогает содержать всю территорию в том порядке, который сейчас здесь существует. Кардинальные изменения налицо. Теперь это главное место для отдыха всего района, полюбили которое и активные подростки. Для них центром притяжения стал скейт-парк. Нравится площадка для скейт-борда? Да, очень хорошая. Ну правда, она, видите, уже стирается. И потому что дожди лили, и отходит труба. Изнашивается быстро. Да, изнашивается. Непосредственно покрытие, которое здесь существует. Да, но если бы, к примеру, дождей бы не было, то дольше бы держалось. Ну, в целом, хорошо, да? Молодцы. Отдыхайте. Только сами смотрите за порядком. Да. Это же для вас сделали. Конечно, за скейт-площадкой будут следить. Глава дал поручение привести в порядок покрытие. Кроме того, в скейре продолжат и другие работы. Здесь появятся кусты роз и множество ярких деталей. Конечно, цветочные клумбы добавим, и розы, и, может быть, и летники, и двулетники. То есть, немножко декоративности придадим. А так все... Чтобы яркие какие-то элементы были, чтобы это все-таки было приятно глазу. Потому что территория, она большая, она озелененная. Ну, единственное, то есть, не хватает, конечно, каких-то таких ярких моментов. Поэтому это будем создавать. Радостные детские голоса наполняют сквер благодаря оборудованной детской территории. Она довольно большая. И уже скоро здесь дополнительно установят качели, карусели, горки, игровые модули для малышей. Всего 30 элементов. Рядом с детьми на удобных лавочках отдыхают и родители, и дедушки с бабушками. Чтобы вы дали оценку работам, которые здесь проведены. Потому что мы же помним, какая здесь территория была абсолютно запущенная. И очень много жалоб со стороны местных жителей было. Сейчас я смотрю, сколько детей посещают. Хотелось бы видеть тут больше, конечно, родителей с детьми. Такой сквер детский. Тут стало гораздо лучше, конечно, для детей много все появилось. Детворы много вообще, особенно вечера. Вообще очень-очень шикарно тут все. Нам очень нравится. Очень, да, очень нравится. Потому что порядочек везде. Вот как раз и маленькие, средние немножко малышей. Как раз все подходит. А дальше зона постарше. Там санкаты. А здесь как раз для нас это хорошо. Бабушек, дедушек. Самое главное, деревья сохранили, все сохранили. Да, деревья сохранили. Детало новых насаждений. Однако такую красоту важно не только оценить, но и сохранить. Благоустройство сквера сейчас ложится и на плечи его посетителей. Вы теперь как местный житель, который неподалеку живет, смотрите за территорией. Это может быть, чтобы вандализма не было, вандалов гоняйте все вместе. Напомним, в рамках приоритетного федерального проекта формирования комфортной городской среды в молодежном сквере вымастили прогулочные аллеи со скамейками. Сделали клумбы и арт-объекты, игровую зону, велопарковки. Оборудовали скейт-парк, спортивную площадку с уличными тренажерами и баскетбольную площадку. Высадили более двух с половиной тысяч кустарников, цветов и деревьев. И игра стоит свеч улыбки местных жителей. Их выбор сквера для семейного времяпрепровождения говорит о том, что проделанная работа не напрасна. Люди ценят это место и прогуливаются здесь с большим удовольствием, а покидают только в хорошем настроении.